Генеральный партнер программы Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Партнер программы Завод натуральных молочных продуктов Родная земля Партнер программы Студия мебели Глобус Официальный партнер программы Совкус Маяк Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Знакомьтесь, это Алина, Женя и маленькая Варвара В рационе молодой семьи всегда есть молоко и молочные продукты Именно поэтому они решили узнать Как дома приготовить вкусные и полезные йогурты Где в Кемерове учат производить их любимый напиток И почему косметологи и парикмахеры Тысячелетиями используют молоко Как одно из лучших средств для кожи и волос Это программа «Ешь, знай, бери» Я Полина Егошина Здравствуйте! Советую всем вооружиться блокнотами и ручками Потому что в ближайшие минуты Вас ждет много интересной А главное важной информации Молоко – первый и главный продукт для каждого человека Едва появившись на свет, мы питаемся именно им Этот богатый полезными веществами напиток Дает нам силу, здоровье и красоту История молока столь же древняя, что и у человечества Коровы и овцы были приручены за 9 тысяч лет до нашей эры В 21 веке продукт не потерял своей популярности Его можно увидеть на обеденном столе каждой семьи Алина, Женя и маленькая Варя исключением не стали Мы достаточно часто пьем молоко Варя вообще любит частенько выпить стаканчик молочка Касаемо молочной продукции у меня очень много вопросов Мне интересно, какое молоко лучше покупать Как самим возможно произвести дома молочную продукцию Хорошего качества, чтобы быть уверенной Что туда не положили никаких ненужных добавок То есть я буду готовить сама Мне было бы интересно научиться дома готовить так, чтобы это было не хуже, чем в магазине Чтобы найти ответы на свои вопросы, семья Даниловых отправилась в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Там есть производственный цех, где студенты могут применить теоретические знания на практике И приготовить молочный продукт Привет 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 Меня зовут Кристина, я студентка Кемтиф Привет, Кристина, меня зовут Женя Здесь мы вырабатываем кисломолочный продукт Мацун Это кавказский продукт Расскажи поподробнее, что это за кисломолочный продукт Это то же самое, что простокваша Он вырабатывается на пастеризационно-охладительной установке Где происходит пастеризация его и дальнейшее охлаждение В охлажденное молоко вносится закваска В горячем она попросту может не подействовать Наше молоко должно охладиться до 40-42 градусов Давай проверим Давай Мы получили нужную температуру Теперь мы можем внести закваску Вот это наша закваска, она похожа на белый порошок Чтобы ее внести, нужно равномерно распределить ее Попробуешь? Конечно А как долго происходит процесс заквасывания? Минут 15 И уже скоро мы сможем продукт подать на фасовку На этом оборудовании происходит процесс фасования В стаканчик подается из бункера загрузки смесь Бункер загрузки вот это? Да Затем запаивается фольгой Ставится дата и крышкой закрывается И подается сюда для расфасовки Хочешь попробовать? Да, конечно И наконец мацун готов Алина и Женя остались довольны своей работой А для их сладкоежки дочки Уари В мацун специально добавили варенье Вкусно Вкусно Вкусно! Он пришел на лекцию, чтобы узнать, как на предприятиях проверяют качество молока Молоко сырое, поступающее на завод, определяется на качественные показатели Этих качественных показателей ряд Такие, как массовая доля жира, массовая доля белка, плотность молока, тетруемая кислотность молока И различные микробиологические показатели Извините, а можно на вопрос? А что такое тетруемая плотность молока? Тетруемая кислотность? Да, кислотность Тетруемая кислотность молока – это такой качественный показатель молока, который, говорит, показывает свежесть молока Такой показатель, как плотность молока, тоже определяется и играет важную роль. По плотности молока часто судят о фальсификации его. То есть добавление воды в молоке будет видно по плотности. 1025 плюс еще два деления. 1027. То есть мы попадаем в предел нормальной плотности свежего сырого молока. А где проводятся непосредственно эти анализы? Эти анализы, анализы определения качества молока проводятся в приемной лаборатории, которая находится при заводе специальными людьми-лаборантами. Этой профессии лаборантов учат в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. Но лаборант вовсе не основное направление, в котором могут себя реализовать выпускники Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Прежде всего здесь готовят технологов производства, которые после работают на крупных предприятиях региона. На одно из таких и отправилась наша съемочная группа, чтобы узнать, как рождается молоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У завода натуральных молочных продуктов родная земля есть своя ферма. В экологически чистом месте находится она в промышленовском районе. Контроль за качеством продукта начинается еще там. Мы изначально уже получаем качественное сырье. Сырье, конечно, во многом определяет качество готовой продукции тоже. Плюсом к тому, у нас завод новый, оборудование тоже новое, поэтому позволяет его качественно перерабатывать. Весь процесс от приемки до готовки занимает у нас чуть более суток. Это только для кефира. Остальная вся продукция у нас ежедневно свежая выпускается на заводе. После того, как молоко привезли на завод, оно проходит ряд проверок в лаборатории. Это и физико-химические, и органолептические исследования. Определяют кислотность и плотность продукта. Все методики измерения лаборатории оттестованы, а качество продукции соответствует требованиям законодательства. Это входной контроль сырья, это по ходу технологического процесса и уже готовой продукции. Вся выпускаемая продукция у нас подтверждена в декларации соответствия. То есть мы гарантируем наше качество и безопасность выпускаемой продукции. И только потом молоко поступает на переработку. Сырье проходит центробежную очистку. На сепараторе молокоочистители пастеризуется и после переливается в резервуары. Там оно либо подогревается до температуры заквашивания, либо охлаждается. Все зависит от того, какой готовый продукт из сырья планируют получить. Линейка товаров на заводе натуральных молочных продуктов. Родная земля удовлетворит потребности самых привередливых покупателей. Это и молоко нескольких видов. Кефир, ряженка, йогурты с натуральными наполнителями. Клубникой, миндалем и абрикосом. Яблоком, грушей и злаками. Также неординарный несколько продукт. Это простокваша мечниковская. Здесь мы подняли все старинные наши рецептуры, которые давно ушли у нас с прилавка. Нет такого продукта мечниковская простокваша. Мы ее воскресили, потому что это незаслуженно забытый продукт. Но и, как показывает жизнь, она у нас очень прижилась и является нашей маленькой жемчужинкой нашего производства. Гордиться завод может не только готовой продукцией, но и высококвалифицированными кадрами, налаженной и автоматизированной системой. Это касается всех этапов производства. Когда молоко прошло все необходимые процедуры, его отправляют на фасовку. Тары под него моются, обрабатываются ультрафиолетом и только потом заполняются натуральным и полезным напитком. Все эти этапы молоко проходит буквально за сутки. Такая оперативность оправдана. Ведь завод натуральных молочных продуктов «Родная земля» каждый день предлагает кузбассовцам свежий, полезный и вкусный продукт, который порадует взрослых, а главное придется по вкусу даже самым маленьким. Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Изучив производство, пришло время узнать, как сделать в домашних условиях вкусные и полезные молочные продукты. Женя, сегодня я научу вас готовить творог в домашних условиях. Нам понадобится молоко. Его нужно подогреть, чтобы оно было температурой примерно 35 градусов. Вносите за кваску и перемешивайте. И вот это молоко мы с вами накроем крышечкой или можно накрыть марлечкой. И поставить при комнатной температуре до того момента, когда образуется сгусток. Через какое время образуется сгусток? Ну, это будет часов 10 по времени. То есть это лучше сделать вечером, чтобы утром приготовить свежий творожок. 10 часов, Женя, мы с тобой ждать не будем. Мы, естественно, приготовили заранее. Это у нас уже сгусток образовался. Вот такой должен быть сгусток, который необходимо разрезать. Вот ты сейчас разрезаешь и видишь, на какой деляется сыворотка. Это и нужно для того, чтобы нам белок отделить от сыворотки. А теперь это можно вымешивать, чтобы продолжалось отделение сыворотки. И вы увидите, как потихонечку формируется вот то, что мы называем творогом. Сгусток еще необходимо подогреть, чтобы он как бы немножечко чуть-чуть заварился. Подогревать его нужно минут 10-15. Чем вообще полезен творог? Творог – это самый основной, наверное, белковый продукт, который мы употребляем в питании. Желательно это делать ежедневно, особенно детям, потому что кроме белка в твороге есть еще кальций. Все мы знаем, что детям творог нужно. Дети не очень любят есть творог. Поэтому, наверное, вот такой вариант будет очень удобен. Когда вы вместе с ребенком сами приготовите, сами сделаете. Ребенку, несомненно, будет интересно попробовать это, не отказываясь и не говорить, что это невкусно. А может быть, в дальнейшем ваша дочка захочет получить более серьезные знания и научиться это делать так, как делают технологи, которые учатся у нас в институте. Вот тут вы, кстати, правы. Моя дочка кушать творог не любит, но если помогает маме, то обязательно пробует то, что готовит. А вот вы сказали работать технологом. А в чем заключается работа технолога? Технолог – это основной человек на производстве. Он знает, как сделать продукт, какие выдержать режимы, сколько внести закваски, какие использовать закваски, как правильно расфасовать продукт. То есть технолог отвечает полностью не только за качество продукта, но и за его безопасность. После того, как мы сгусточек подогрели, он отделил сыворотку, надо его откинуть в домашних условиях на обычный дуршлаг, только надо обязательно положить марлечку. После того, как стекла сыворотка, можно марлечку развернуть и высыпать в творог в тарелочку и кушать. А теперь, Женя, попробуйте творог, который вы сварили. И скажите, что вы о нем думаете. Получилось вкусно. Варечка, ты любишь йогурт? Это с вареньем. С вареньем мы будем делать, значит, с вареньем. Берем молочко. Оно предварительно подогретое у нас. До какой температуры? До температуры порядка 40 градусов, то есть чуть теплее, чем температура руки. Надо обязательно при приготовлении йогурта, потому что консистенция йогурта такая густая, нужно добавить либо сухое, либо сгущённое молоко. Кроме этого, надо добавить закваску. Так как Варя любит с вареньем, то варенье лучше положить на дно баночек, чтобы оно не размешалось. Йогуртницу накрываем крышкой и включаем. Часа 4 должно происходить сквашивание. Чем полезен йогурт? Йогурт – это классический кисломолочный напиток, который всегда является диетическим. Тот йогурт, который вы сделали, можно попробовать будет через 5 часов, а тот, который мы сделали заранее, можно уже попробовать. Ну, как, Варя? Купо! А я говорю – пей! От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон, в умывальнике и то молоко. Когда в умывальнике молоко и еще и в ванной в составе масок и скрабов – это только плюс. Использовать его в косметологии начали еще с древних времен. Всем известны простые, но такие действенные рецепты египетской царицы Клеопатры. От молочных ванн кожа правительницы становилась нежной и бархатистой. Не потерял популярность продукт и в наше время. Алина отправилась в салон красоты молоко, чтобы узнать, как сегодня одноименный напиток используют косметологи и даже парикмахеры. Мы будем сегодня делать протеиновое восстановление. Для начала нам нужно помыть голову. Сейчас будем наносить тебе маску из протеиновых белков, основанных на молоке. Максим, а из каких компонентов состоит эта маска? Маска состоит из витаминов, молочный белок и кератин. Молочный белок отвечает за гибкость и эластичность, и плотность, а кератин отвечает за гладкость и блеск. Ну что, Алина, давайте приступим. Максим, а у нас маска на основе молочных белков, а дома из каких-то домашних продуктов я могу сделать? Такую маску, ну, аналоговую маску. Данную процедуру мы делаем только в салоне, потому что это спа-процедура. В домашних условиях, я рекомендую, можно сделать масочку для сухих волос, кефир и масло. За 48 часов в салоне можно сделать 4 процедуры комплексного белкового восстановления. Эффект от маски продержится более чем полгода. Чтобы состав пропитал волосы, нужно создать термоэффект. Простая шапочка для душа отлично справится с этой задачей. После остается подождать от 5 до 10 минут. Алина, мы сейчас будем тебе наносить завершающую фазу и сушить волосы. Максим, а какая функция вот этой завершающей фазы? Без нее все было бы напрасно? Фаза С, она завершает наш процесс, потому что она закрывает кутикульный слой. Профессиональный парикмахер, увидев ваши волосы, с легкостью расскажет о вас многое. В сухих и ломких, безжизненных и тусклых прядях он обязательно различит следы частых покрасок, постоянного использования фена, влияния погодных условий и неправильного питания. Исправить это помогает процедура белкового восстановления. Алина, мы закончили нашу процедуру. Как тебе эффект? Ну вот, ты знаешь, внешне, конечно, очень красиво, но вот даже на ощупь я волосы трогаю, и мне кажется, они стали более какими-то гладкими. Молочные компоненты также реанимируют и сухую, тусклую кожу лица. Они обязательно напитают ее. В салоне красоты Алине предложили альгинатную маску «Леди на миллион». Это будет увлажнение и омолаживание кожи. Алина, сейчас мы вам сделаем демакияжик, то есть все это смоем, очистим кожу. Сейчас мы вам нанесем энзимный пилинг, чтобы очистить поверхность кожи еще глубже. Татьяна, а для чего так глубоко очищать кожу? Не достаточно просто смыть макияж? Нет, так, как многие пользуются косметикой тональной. И забиваются поры. А нам нужны поры для того, чтобы маска попала глубже. Татьяна, а маску, которую мы будем делать, из чего она состоит? Маска альгинатная по вашему типу кожи, Алина, состоит из молочной кислоты и пептидов. Молочная кислота обладает свойствами, сохраняя гидробаланс кожи, то есть увлажняет кожу, тонизирует ее. И поэтому сохраняет длительный эффект увлажнения кожи. Но такую процедуру надо бы, чтобы закрепить эффект, надо сделать 10-12 раз, ну, либо хотя бы один раз в неделю. А вот дома из-за молочных продуктов можно сделать какие-то тоже средства по уходу за лицом или телом? Да, для увлажнения кожи и для отбеливания можно использовать сметану. Это молочные кислые продукты. Сметанку можно использовать. Можно, если есть проблемы на коже, можно в сметану добавить лимон. Алина, как ощущения после альгинатной маски? Чувствую себя очень хорошо. Мне кажется, даже как будто кожа задушала. Результат настолько впечатлил Алину, что она еще надолго осталась в салоне красоты молоко. Здесь не только широкий спектр услуг. Разнообразные СПА-программы, мезотерапия, массаж, лифтинг, ламинирование волос, покраска и стрижка. Кстати, работают женский, мужской и даже детские залы. А завершить новый образ маникюр и педикюр от мастеров салона приятным бонусом станут скидки на услуги. А главное – хорошее настроение и уверенность в своей неотразимости. Польза молока для здоровья очевидна. Неспроста этот продукт был неотъемлемой частью питания многих цивилизаций. Напиток даже использовали для лечения болезней. Так в России молоко употребляли в качестве лекарства против туберкулеза, бронхита и заболеваний желудком. Но, как известно, лучше предупредить, чем избавляться от последствий. Поэтому выбирайте правильные продукты. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин